И вот тоже, кстати говоря, смотри, тоже из последних новостей, Дума решила, что больше никаких артистов и никаких спортсменов в составе партий, по крайней мере правящих, совершенно точно не будет, что они не будут больше проводить в партии артистов. Ничего удивительного, потому что артисты использованы. Вот у каждого из них был некий запас популярности и узнаваемости. Их популярности, выжатые из них, во славу партии их сожгли на медленном огне думской безмыслицы вот этой, во оправдание обсуда. А, вообще они превратились в депутатов и больше никому не интересны. Какой дурак будет хранить искореженные, сухие, выдавленные тюбики, из которых все содержание уже выдавлено, да? Конечно, им предложили нафиг с вещами на выход, а артисты возмущаются, не понимают, в чем дело. Это абсолютно нелогично, потому что, кстати говоря, потому что ведь так называемые эксперты, эксперты через «э», да, юристы и другая шушера, они абсолютно ничем, я имею в виду интеллектуальным уровнем, от артистов и спортсменов не отличаются. Это такие же, в общем, нудные дураки, только еще и совсем уродливые, в отличие от живописных физиономий спортсменов и артистов. У них с физиономиями дела обстоят, я бы сказал, совсем трагично. Кстати, а космонавты там не упомянуты? И космонавты упомянуты. И ведь эти все специалисты, они же специалисты только в подхалимаже, в лакействе и воровстве. Ведь мы же, когда говорим о депутатах Государственной Думы, мы говорим о неких птенцах этого гнезда, которые в своей массе, при соблюдении всех этих думских ритуалов, они не очень видны. И они начинают быть понятными и фактурными только тогда, когда какого-нибудь героя вытаскивают на поверхность и ставят под всеобщую лупу огромную, которая дает возможность его разглядеть то, что, кстати говоря, произошло с большим специалистом по подаче банного веника Дексеревым, который нынче управляет Хабаровским. И появилась возможность пристально и внимательно разглядеть этого человека. Но мы понимаем, что пока есть монарх, который формирует исключительно по своему вкусу состав любой думы, она всегда будет состоять только из очень ловких дебилов, умеющих приспосабливаться к требованиям главного деспота. Просто потому, что есть такая возможность. Вот годится любой дебил, который достаточно убедительно демонстрирует лояльность и оказался в нужное время в нужном месте. У них все хорошо, этих ловких дебилов, за одним только маленьким исключением. Они ни черта не знают и ничего не умеют. И вот это вот ничего не умеют мы наблюдаем как раз на Дегтяреве, который, ну, скажем так, кроме умения оказаться в одном джакузи с Владимиром Вольфовичем и вовремя подать нужному человеку нужный веник, у него как бы откровенные проблемы развития. И это тоже заметно. Педагогическая запущенность вы находите? Я вижу неумность, причем неумность яркую, наглую и демонстративную, очень то, что называется в сегодняшнем тренде.